Приветствую вас! Рушана, я надеюсь, что мой ответ поможет вам увидеть некоторые проблемы, которые у вас есть при выстраивании отношений, и, возможно, обратить внимание на некоторые детали, только из которых вы, по сути, не раскрываете в своём вопросе, в своём тексте, при этом задавая собственного вопроса, что делать. Итак, вы пишите, с мужем вместе 6 лет до свадьбы встречались 3 года. Смотрите, вы с мужем встречаетесь, ну, с будущим мужем, встречаетесь 3 года, 3 года. И свадьба у вас случается только в силу того, что вы беременеете. Не кажется ли вам странным, что мужчина за 3 года не делает вам предложение, но женится на вас, когда у вас, соответственно, ну, появляется ребёнок? Не кажется ли вам это странным? Не кажется ли вам, что если бы человек хотел быть с вами, если бы человек хотел быть вместе с вами, если бы он хотел сделать вас своей женой, он бы сделал это, там, если бы 3 года, для этого срок, ну, более чем достаточный. Необходимо также понять, что за отношения у вас были за эти вот, скажем, 3 года до свадьбы. Что вас объединяло, например, что вас объединяло? Что между вами общего? И как много между вами общего? Подходите ли вы друг другу? Это нужно, это можно и нужно анализировать. Подходите ли вы друг другу? Ну, как пара. Вот. Понятно, да? Дальше. Так, свадьба была по беременности и, конечно, оба хотели ребёнка. Значит, здесь смотрите, два важных момента. Первое. Обесценивание беременности. То есть, вы здесь, как бы, беременность называете другим словом, я не буду его произносить, но слово другое. Вот. Оно, скажем так, уничижительное, потому что, если люди хотят, как вы говорите, ребёнка, они так беременность никогда не назовут. Как это назвали бы? Ну вот. Эм, дальше. Момент такой идёт, что, поскольку эта беременность была вашей, то есть, поскольку она была непредсказуемой, может быть, вы хотели всё-таки, может быть, вы, например, боялись, что мужчина таки уйдёт и хотели его к себе привязать. Может быть, так. Тут тоже нужно исследовать данный аспект. Вы пишите, конечно, оба хотели ребёнка. Смущает меня слово «конечно», потому что, опять же, противоречие. Если оба хотели ребёнка, почему такое слово «беременность» дано? Дано. Если оба хотели ребёнка, почему, соответственно, не было свадьбы семьи до беременности? Странно. Всё началось с день свадьбы, ну, наверное, со дня свадьбы вы имеете в виду. Он общался с бывшей, как я узнал об этом, он вроде перестал. Ну хорошо. Хорошо. Допустим, он, ну, общается с бывшей, да, допустим. Он общается с бывшей, допустим, он с ней взаимодействует. Хорошо. А вы говорите, как только я узнал, а он перестал. Допустим. Да. А изменилось-то что? От того, что он перестал. Что изменилось? То есть, ну, по таку, что изменилось? Понимаете ли вы, что, если вы узнали просто, если вы просто узнали, что он общается с бывшей, то тут не узнавать нужно, а тут смотреть, что мужчине не хватает от вас? Почему он общается с бывшей-то? Понимаете? Как бы, с толку, что, ну, что он перестал с ней общаться. Желание, то у него все равно как были, так и остались его. То есть, это вопрос за то, насколько вы ориентированы на мужчину в отношениях. Насколько вы ориентированы именно на него. Ну, вот, в своем взаимодействии с ним. Дальше. Так, мы переехали в другой город. Он работал, я не могла работать так, как была беременна. Мы могли работать дома. Ну, на дому, в смысле. Вопрос там, хотели ли вы. По ночам не ходил домой, говорил, что работать надо, начальство требует результат. Я доверял, а пока не узнал, где он начинал. Опять же. Опять же. Либо здесь у вас высшей степени наивность. Вот. В коей я, честно говоря, вот, ну, сомневаюсь. Вот. Вот, честно, я сомневаюсь в том, что вы наивны. Либо вы просто не хотели замечать того факта, да, вы не хотели замечать того факта, что мужчина с вами не удовлетворен. Все-таки. Вот. Понимаете? Вот мне почему-то кажется, мне почему-то кажется, что здесь, вот, именно вы не хотели замечать, что ему что-то нужно от вас. Ну, что-то большее ему нужно от вас. Что-то большее. Вот. Понимаете? Потому что, ну, он общался с бывших в день свадьбы. И вам это ни о чем не говорило. Вот. Он мне у него не приходил, не приходил домой. Прям вот, говорит, начальство требует результата. И вам это опять ничего не говорит. То есть, не особо важно, не особенно важно, эээ, не особенно важно, эээ, ну, происходит это, там, по, эээ, потому что, там, действительно, начальство, эээ, не дает, или что-то еще. И ему нет мотива возвращаться к вам. Он не хочет к вам возвращаться. Здесь вопрос только в том, почему, почему так. Так, эээ, потом умолял, ложит клялся, и снова сошлись. Ну, так, а поменялось что? Умолял, клялся, окей, а поменяли ли вы все это в отношении свое? Радился ребенок, пока лежал в больнице, он по телефону переписывался с бывшей, это другая, не да. После того, как я узнал, начал опять умолять. Но я забыл, я думал о всего лишь переписке. Окей, всего лишь переписке, но мужчине снова чего-то не хватает. Руфяна, не хватает мужчине чего-то остаться. Потом снова и снова изменял. И опять же, вы здесь определяете, и это будет ответом на ваш вопрос. Либо вы определяете, что мужчине нужно. И решаете для себя, даете ли вы ему это, то, что ему нужно или нет. Ну, просто, вот просто. Вы решаете для себя. Вот моему мужчине там нужно то-то-то-то-то. Ему не хватает там того-то, того-то-то. Я решаю для себя, дам я ему это или нет. В моих силах, Ли, дать ему вот то, что, ну, то, что нужно или нет, то, что он хочет. Смотрите, вот и всё. И всё. Она не... Понимаете? Всё. Да, он изменял. Да. Да, он изменял. Да, это неприятно. Это очень неприятно. Я с вами согласен. Я согласен с тем, что это неприятно. Она, блядь. Я понимаю, это любому человеку было, блядь, неприятно. Но, тонкость здесь именно в том, тонкость здесь именно в том, что, эээ, вы определите для себя, можете вы дать ему то, что он хочет или нет. Если не можете дать то, что он хочет, то лучше не стоит. Лучше не стоит им одеть, то, что с человеком. Понимаете? Вот и всё. Тут нет, нет других, эээ, вариантов. Мужчина изменяет того, что он не удовлетворял, либо потому, что у него есть свои проблемы. Либо вы решаете, что он, ээ, со своими проблемами, там, что-то делает. Либо, эээ, соответственно, вы удовлетворяете его, либо вы расстаетесь. Других вариантов нет. То, что вы не делаете для себя выбор, ну вот, в этом направлении, говорит, опять же, о том, что либо вы боитесь одиночества. Ну, вы не уверены в себе, например. Вот. Либо кто-то ещё. И не важно, любят, любят, эээ, дети, любят ли дети папу или нет. Если, если, эээ, папа не может сделать маму счастливой, да, если мама страдает, эээ, от папы, то и дети не будут, ээээ, дети не будут счастливы. К сожалению. И здесь, как бы, не важно, эээ, любят они папу или нет. С папой они могут взаимодействовать, ээ, в принципе, и, эээ, на расстоянии так, чтобы при этом мама не страдала. Вот. То есть, это, по сути, по сути, это, эээ, отговорка, ну, оправдание, то, что дети любят папу. Вот. В плане того, что я вам не то чтобы не верю, да, не могу сказать, что прям, прям, не верю вам. Я верю, что вы так считаете, но тем не менее. Вот. Подумайте про то, что дети, они, как бы, эээ, они больше, эээ, получают негатива от того, что, эээ, вот, ну, что вы так взаимодействуете друг с другом, чем, чем позитива от взаимодействия с папой. К сожалению. К сожалению. И, опять же, вы либо это принимаете, либо нет. Ээээ, других вариантов, эээ, не может быть. Других вариантов не может быть. Дальше. Потом снова и снова изменял. Так. Когда шантажирует, что с собой покончить, если брошу? Ну, во-первых, эээ, во-первых, эээ, считаете ли вы адекватным, что человек вас шантажирует? То есть, считаете ли вы это нормально, вообще, что человек шантажирует? Дальше. Эээ, почему это на вас действует? Не надо говорить, что из-за него, нет, аноним. Вот, вот, не анонима, а Рушана. Не из-за него выдаёт для себя. Я не знаю, почему. Может быть, эээ, из чувства вины, которое у вас имеется. Может быть, что-то ещё есть. У вас, ну, эээ, может быть, есть какой-то, эээ, страх, там, например, что, ну, вот, типа, он из-за меня, он, там, может, эээ, покончить с собой, там, что-то, ну, что-то такое. То есть, здесь границы ответственности не простроены. Ваша ответственность. Личная ответственность. Непростроенный. То есть, за что отвечаю я, за что отвечает, эээ, молодой человек. Нет этого. Нужно с этим работать? Да, нужно. Конечно, нужно. Вопрос только в том, эээ, хотите ли вы это. Потому что ещё раз повторяю, да, то, что, эээ, личная ответственность у вас не простроена. Вот потому мужчины шантажируют. То есть, шантаж возникает потому, что вы, а, эээ, позволяете ему шантажировать, и, б, потому что вы не реализуете, эээ, как бы, ну, вот, эээ, то есть, ходить. То есть, те проблемы, те проблемы, которые у вас, а, есть, да, вот, те проблемы, которые у вас есть, они не реализуются. И поэтому вы, вы удовлетворяете их через, удовлетворяете свое желание через, эээ, позволение мужчине шантажировать. Вот. То есть, как бы, обесценивая себя при этом. Вот. К сожалению. Вот и всё. Такая история. Да, она неприятная, безусловно, безусловно. Дальше. Год назад вернулись домой, он уехал в Европу доработать, обещал не изменять. А, мотив ему не изменять какой? Русяну. Вот. Почему он не должен вам изменять, грубо говоря? Так, недавно прочитал его переписки, которые он ходил все выходные. Куда ходил? Какие выходные? Как вы могли почитать переписки, если он в Европе? Он мне такие нервные слова говорил, я от него за девять лет не слышал таких слов. Отлично. Отлично. Что здесь? Сравнение себя с другу, эээ, ну, с другими женщинами. А, потребность во внимании. А, соответственно, что? Что здесь? Что вы подчислили? Какие числа вы испытали, Русяну? Здесь вот. Я требовал развод. Эээ, понимаете, опять же. Вот опять же. Да? Вы требовали развод. То есть, что происходит? Ты не изменяешь все развод с тобой? Но почему мужчина изменяет вам? Почему он изменяет? Что мотивирует его на измену? Вот. Вы не хотите такое впечатление даже узнать об этом? Не хотите узнать о том, что его мотивирует? Да, вот вам коллега сказал, что может быть он такой человек. Может быть. Может быть. Но я придерживаюсь этой позиции, что измена не от хорошей жизни. Это непреодолимое, как бы неконтролируемое сексуальное желание. Это всегда от внутреннего кризиса. Знаете? И нужно просто с этим что-то сделать. Это вопрос искренности в ваших отношениях. Это вопрос доверия в ваших отношениях и так далее. Это вопрос того, как вы выстраиваете отношения друг к другу. Понимаете? Аналим. То есть, Рушана. А требует развод не то, чтобы неправильно, это ваш выбор. Но, с учетом того, что вы вот задаете вопрос, да, с учетом того, как вы задаете вопрос, я думаю, что справедливо рассмотреть эти моменты. Просто потому, что они важны для вас. Так. Он сказал, что просто ходил к ней, у них ничего нет, он только меня любит. Но если он ходил к ней, значит, что-то ему было нужно, да. Я все знаю, что все непросто. Что именно? Знаете, что непросто, непонятный ответ. Я дал шанс только на свой детей либо папу. Опять же. Опять же. А делать-то вы что собираете? Ну, вот вы дали шанс ради детей. То есть, возложили ответственность на детей. Не на себя, а на детей. Ну, хорошо. Хорошо. Можно это, в принципе, как бы, ну, понять. Это можно понять. Ну, а дальше-то что? То есть, вы дали шанс, а как сделать так, чтобы он не изменял больше? У него должна быть еще одна мотивация вам не изменять. А ее нет, получается. Сват. Потому что он, как бы, вы не корректируете никак свое поведение. Вот. Следующий аспект. Дети. Вы действительно считаете, что дети, на детей можно возлагать такую ответственность, которая касается вашей жизни. То есть, дети ответственны за одно, что вы несчастны в браке. Получается. То есть, ради детей вы жертвуете, ну, собой, своим счастьем, своим спокойствием, своей гармоничностью и так далее. Вы считаете, что дети, ну, вот, достойны такого? Достойны такой ответственности? Вы считаете, они адекватно с ней справятся? Вот. Понимаете ли вы также, что в данном случае дети всего лишь отговорка? Ну, то есть, от нас. То есть, как бы, я боюсь остаться одна, например, и ради детей я хочу, вот, ради детей, чтобы, там, у них, ну, был папа. У них, может быть, и будет папа, но не будет семьи. И поверьте, ощущение, ощущение семьи, ну, отсутствие семьи, как бы, это гораздо страшнее, чем отсутствие отца. Вот. Вот. Если, если вы заботитесь о детях. Вот. Поэтому, у меня есть большие сомнения относительно того, насколько вы делаете это именно для детей. То есть, я верю в то, что вы делаете это для своих детей, верю, верю в то, что вы делаете для тех, что вы пытаетесь это делать для детей, верю. Но это не, не, не то, это не то, что реально, что реально нужно вашим детям. Вот. Дальше. Я никак, я никак не могу все забыть, мне больно. Вы не сможете забыть все Рушана, потому что это опыт, это было, это реально. Поэтому забыть вы все не сможете. Вопрос только. Вы действительно считаете, что вы должны забыть это? То есть, вы говорите, я никак не могу забыть. А что, вы пытались это забыть? Но если вы забудете, вы не будете ничего менять и все повторится вновь. А, только что какая? Только что она вся в этом. Так зачем же забывать? Лучше сделать выводы. Далее, больно вам от чего? Боль. Боль это что? Вот, ну, расшифруйте. Расшифруйте боль. Просто более, ну, более полно, более подробно. Расшифруйте ее. Это важно. Чтобы вы расшифровали ее. Ибо боль это ваше чувство. И вам нужно взять ответственность за это чувство на себя. Да, человек, он как бы приложил руку к тому, что вам больно, вам больно. Но вы можете заявить ему о том, чего вы хотите. Понимаете? Не о том, что он делать должен или не должен. А о том, чего вы хотите. Это совсем не то же самое. Это совсем разные вещи. То есть, одно дело, если вы просите, да, мужчину, там, не изменяй, да, там, перестань это делать. И, например, другой, вы говорите, дорогой, там, мне это неприятно, мне, там, это не нравится, там, это дали мне плохо, обижает меня. Вот, скажи, пожалуйста, там, что, что не да, как бы, давай посмотрим, подумаем, решим, решим. Ну, вот. Если ты не знаешь, там, может быть, психологу обратим. Вот. Тогда давай сделаем что-нибудь. Знаете? А так, такое впечатление, что вы, вы используете свою боль для того, чтобы обвинять мужчину. А он, чувствуя свою вину, да, и при этом не получая удовлетворения, не получая гармонии, ну, он, вот, все продолжает делать. А, дальше, вы видите, через три месяца, не знаю, не знаю, чего не знать, видеть его, не хочу, как быть, помогите. А, как быть, чтобы что, помочь, в чем? Руслан, в принципе, у вас есть три месяца, за три месяца вы можете взять консультации у психологов, поработать с ними, чтобы привести себя в порядок, и тогда уже решить, что делать дальше. Он обещает, что был дурак. Нет. Он обещает, что был дурак. Серьезно? Что это значит? Он обещает, что был дурак. Как-то... что-то не так. А, не ценил меня, просит, просит терпения, он приедет и все равно по-другому будет. Возможно, и будет по-другому, если вы будете что-то делать, если вы поменяете свое поведение, если вы свое поведение не поменяете, то он ничего по-другому не будет. Мужчина явно боится вас ботерять, явно вы ему нужны. Вопрос в том, для чего, называется? Вот. Ну, и есть у меня большие сомнения в том, что вы его любите. Кстати, вообще никто не вы, ни он не выражает свои чувства. Вы про любовь ничего не пишете, он про любовь ничего не говорит. Это тоже очень подозрительно. Ну, не подозрительно, а лучше, наверное, сказать так. Показательно. Показательно. Это показательно. Вот. Я в это не верю. Правильно? Потому что есть сомнения во в том, что делать. А делать, что меняет свое поведение. По отношению к нему и по отношению к себе. То есть, сперва, чего хотите вы, чего хотите для него. Вот. Вот на этом вам и нужно сконцентрироваться. Сейчас. Чего хотите для себя, для детей и для него. Что вы готовы сделать для себя? Что вы готовы сделать для детей? Что вы готовы сделать для него? Подумайте. Только так. По-другому никак. Семья это система. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы. Пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Подписывайтесь на канал. Пишите. Пишите.